В администрации Сергеева-Пасадского городского округа прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Прежде чем определить фронт работ на текущий год, Совет депутатов, представители ГИБДД, скорой помощи, подрядных организаций пассажирских перевозчиков подвели итоги по дорожно-транспортным происшествиям за 2020 год. За 12 месяцев на территории произошло 251 дорожно-транспортное происшествие, из которых 124 учетных дорожно-транспортных происшествия, где погибли, либо пострадали люди. 13 человек погибли, из которых один ребенок погиб у нас в 2020 году, в 2019 году тоже один ребенок погиб. Снижение смертности идет на 23%, в печали то ли обслуживание по ЕВД, по Сергеевскому округу. Статистика ДТП в 2020 году по сравнению с 2019 стала более положительной, но по-прежнему остается довольно высокой. Местному отделу ГИБДД поставлена задача при необходимости установить дополнительные дорожные знаки, лежачие полицейские, нанести разметки на проблемных участках. Примерно половина дорожно-транспортных происшествий происходит из-за несвоевременной очистки дорог от снега и наледи. Но и само дорожное покрытие в ряде случаев оставляет желать лучшего, о чем жители неоднократно оповещали в соцсетях. Заместитель главы Сергеева Посадского городского округа Сергей Лопатников предложил всем присутствующим на заседании объединить усилия и своевременно реагировать на сигнал от жителей, чтобы на дорогах стало безопаснее. Владимир Новоселов, Сергей Власов, День города. Владимир Новоселов, Сергей Власов, День города. Продолжение следует...